Для себя я даже сделал картинку, как лучше понять, о чем здесь говорится. Здесь говорится, что один человек желает построить дом, другой желает построить дом. Этот закончил строительство, и тот закончил строительство. На этого христианина пришла буря, и на этого христианина пришла буря. У этого христианина дом устоял, у этого христианина дом был разрушен. до окончания, полностью не принадлежит ремонту. Этот христианин прошел испытание. Мы понимаем, что этот христианин пошел. Полный крах. Это говорится о христианах. Там не говорится, что неверный – это тот, кто живет на улице, а христиане – те, кто живут здесь. Нет, здесь говорится о всяких, кто слушает слова «сии» на горной проповеди, но не исполняет их. Он – человек, который разрушится дома. Я для себя нарисовал картинку, например, вот сегодня сижу я в доме молитвы, куда я себя поставлю. Вот верующий человек верит в Бога, и этот верит в Бога. Этот человек ходит на собрание, и этот человек ходит на собрание. Этот человек слушает Слово Божие с кафедры, вместе, возможно, поет с одного сборника, и этот человек слушает Слово Божие. Но одно различие – этот человек услышал проповедь, или дома молится, или читает, и исполняет услышанное. А этот человек услышал, и как и пришел, так и пошел. Ничего не взял для себя. Слово Божие говорилось для кого-либо, но только не для него. И как результат? Приходит буря к этому человеку, и приходит буря к этому человеку. Этот христианин, который исполнял Слово Божие, прошел испытание. Этот христианин не устоял, получил крушение. Этот человек получит награду. Этот человек полный крах. Размышляя над этим Словом Божиим, хочется проверить, да каким же я человеком нахожусь. Завтра будет понедельник. С первого утра, с первой мысли сегодня в Второй проповедь говорилось, о чем мы размышляем. Завтра будет понедельник.